Татьяна Брук В отдалённой северной провинции Таиланда в понедельник случилось мощное землетрясение. Сообщается об одном погибшем и многочисленных разрушениях. Об этом подробнее. В провинции Чианграй на севере Таиланда в понедельник произошло землетрясение силой 6 баллов. По уточнённым данным, один человек погиб. Также подземные толчки привели к разрушению многих зданий и автомобильных дорог. Эпицентр находился всего в 7,5 километрах от поверхности земли. В 27 километрах от одноимённой столицы провинции. Отголоски землетрясения были ощутимы в столице Таиланда, городе Бангкоке, а также в соседнем Янме. Для этой провинции подобные стихийные бедствия явление достаточно редкое. Многие местные жители были очень напуганы, выйдя из домов и магазинов на улице. «Окна дрожали. Я не знаю, пострадал ли кто-то. Я просто выбежал на улицу». «Землетрясение создало много шума. Толчки перешли от слабых к сильным, из-за чего пострадала крыша банка». По данным местного сейсмологического бюро, после землетрясения было зафиксировано более ста автошоков. Помимо зданий и дорог, ущерб также был нанесён нескольким буддийским храмом. В одном из них была повреждена статуя Будды. Кроме этого, сразу после начала толчков была проведена эвакуация из местного аэропорта. Позже поступило сообщение, что его работа восстановлена. В Китае начались облавы на участников студенческих протестов 1989 года. Спустя 25 лет власти до сих пор не признали факта убийства солдатами мирных демонстрантов. Активисты же требуют восстановить историческую справедливость. Власти Китая задержали пятерых демократических активистов за то, что те посетили встречу по обсуждению так называемой бойни на площади Тяньаньмэнь. Правозащитники собрались, чтобы поднять тему событий 4 июня 1989 года, когда Компартия отправила танки на подавление студенческих протестов в центре Пекина. В то время, по разным оценкам, погибло от нескольких сотен до тысяч протестующих. Однако и по сей день эта тема в Китае остаётся под запретом. Власти до сих пор не признали факта, что применили танки и оружие против мирных демонстрантов. Каждый год в преддверии этой чувствительной даты в Китае производятся аресты. Среди тех, кого задержали в этот раз, был известный правозащитник Пу Джи Цзян. Он представлял в китайских судах многих диссидентов, включая художника Ай Вэй Вэя, а также активиста нового гражданского движения, которое борется за обнародование доходов китайских лидеров. Как сказали адвокаты, его задержали по обвинениям в нарушении общественного порядка. Это обвинение часто используют в Китае как оправдание для ареста. Вместе с Пу Джи Цзяном также были задержаны диссиденты Лю Ди и Ху Ши Гэнь и профессоры Сю Ю Юй и Хао Цзянь. Софи Ричардсон, глава отдела по Китаю правозащитной организации Human Rights Watch, говорит, что таким образом администрация президента Си Цзиньпина посылает сигнал. «Я думаю, что китайские власти ещё яснее, чем обычно, дают понять, что любые дискуссии, даже маленькие, о событиях на Тяньян Мэнь, такие, которые посетил на прошлой неделе адвокат Пу, являются просто недопустимыми. Они говорят, что эту тему нельзя обсуждать ни в частном порядке, ни публично, особенно тем людям, которые принимали участие в тех событиях и которые требуют от властей изменить официальную позицию по данному вопросу». Ричардсон также говорит, что заключение выражает и другой, более широкий посыл. «Я думаю, Тяньян Мэнь относится к этому только частично. Это также очень ясное предупреждение, что новое правительство Си Цзиньпина не проявляет толерантности к гражданскому сообществу, а также не принимает критики государственных законов». Министерство иностранных дел Китая отказалось комментировать заключение активистов. «В отношении первого вопроса, который вы подняли, вопроса о конкретном случае, я думаю, вам нужно ясно понимать, что это не дипломатический вопрос. У меня нет права отвечать на этот вопрос, и я не владею ситуацией». На вопрос о том, сможет ли повлиять преследование диссидентов на международный имидж Китая, представитель Министерства иностранных дел сказала, что гражданам страны предоставляются все права. «Наше общество развивается, жизнь людей улучшается, и широта предоставленных им прав просто беспрецедентна. Я думаю, возможно, вы задаёте этот вопрос, поскольку у вас, американцев, другой стандарт прав человека в Китае. Более того, я советую вам расширить область вашего обзора, не фокусироваться на конкретных случаях, а посмотреть на то, о чём думают и что делают 1,3 миллиарда китайцев». В Китае за 25 лет со дня убийства студентов ни разу не проводились церемонии поминовения погибших. Между тем, в Гонконге, который является особым административным регионом КНР и имеет большую степень свободы, такие мероприятия проводятся ежегодно. Далее в выпуске. НАСА показала землю в реальном времени. Жители Сан-Паулу лишаются жилья из-за чемпионата мира по футболу. Чемпионат по средневековому бою прошёл в Испании. Саудовская Аравия строит высочайший в мире дом. НАСА начало программу трансляции видео Земли из космоса. При этом видео снимается в HD-качестве. Об этом подробнее. НАСА протестировало новые камеры высокого разрешения, которые установлены на Международной космической станции. Они транслируют на Землю изображения нашей планеты в реальном времени. Всего на внешней оболочке МКС установлены четыре камеры, которые принадлежат частной компании. Вся аппаратура находится в специальной оболочке, где поддерживается необходимая температура. Поскольку на орбите станция находится вне защиты от радиоактивного солнечного света, камеры будут находиться под постоянным наблюдением. Впоследствии инженеры на МКС должны будут понять, какие устройства для видеосъёмки окажутся наиболее стойкими, а также проанализируют влияние космической среды на качество записи. В НАСА сообщили, что некоторые детали камер помогли разработать студенты в рамках программы, которая называется «Университеты вместе с НАСА». На данный момент трансляция ведётся на ресурсе Ustream TV. Стоит отметить, что камеры зафиксированы и не используют функции зума, панорамы или движения. В таком виде видео доступно для любого компьютера, подключённого к интернету. Около нового стадиона в Сан-Паулу растёт протестный палаточный город. Местные жители говорят, что становятся бездомными из-за роста цен на жильё в преддверии Чемпионата мира по футболу. Всего в паре километров от нового футбольного стадиона в Сан-Паулу растёт настоящий палаточный город – протестный. Сюда съезжаются семьи бедных жителей бразильского мегаполиса, чтобы привлечь внимание властей Бразилии и гостей Чемпионата мира по футболу к проблемам, с которыми они столкнулись. В том числе из-за проведения здесь чемпионата. «Мы заняли эту территорию рано утром в субботу. Изначально в первые дни цель была поставить палатки, и мы это сделали. Сегодня у нас 2500 палаток, и их число растёт. Думаю, к концу недели их будет 4000». По словам этих людей, из-за того, что в городе проводят чемпионат мира, начались спекуляции с недвижимостью, и цены на аренду жилья возросли в два раза. Особенно больно это ударило по жителям бедного района Итакера. Многие уже были вынуждены выехать из квартир, поскольку больше не способны за них платить. «Это унизительно для жителей Итакеры. Власти тратят много миллионов, и пусть посмотрят, как люди здесь живут. Здесь нет воды, нет нормальных ванных комнат. Это ужасно. Мне становится грустно, когда я думаю о жизни в палатке из бамбука и брезента. Мы уже лишились дома, и теперь живём здесь. Вот так вот». Движение безземельных рабочих, которое организовал этот палаточный городок, также обвиняет власти в том, что они построили дорогостоящий стадион, но при этом не учли первоочередные нужды местных жителей. «Для тех, у кого есть деньги, это хорошо. Для тех, у кого их нет, и кто не может себе позволить иметь собственное жильё, или даже меньше, это плохо. Потому что всё дорожает». По всей видимости, протестующие здесь надолго, особенно учитывая то, что многим из них идти уже некуда. Сейчас в городке налаживают инфраструктуру. При этом местные дети продолжают посещать свои школы. «Мы собираемся оставаться здесь до тех пор, пока не удастся договориться о жилье. Наша стратегия – борьба, включая протесты и давление на власти, привлечение внимания к нехватке жилья в городе и к необходимости создания государственного жилья». Напомним, Чемпионат мира по футболу будет проходить в Бразилии с 12 июня по 13 июля этого года. Матч-открытие состоится в Сан-Паулу. Испания ненадолго окунулась в Средневековье. На протяжении четырёх дней возле старинного замка слышался ляск мечей и боевых топоров, оживших в руках рыцарей. Давайте посмотрим. Старинный замок Бельмонте в испанской провинции Куэнко словно вернулся во времена своей молодости. Под его стенами вновь витает дух рыцарского бесстрашия, разгораются захватывающие сражения. Воины ловко орудуют тяжёлыми мечами и боевыми топорами, правда, не заточенными. А вот доспехи, такие же, как у настоящих рыцарей, могут весить до 30 килограммов. Так выглядит международный чемпионат по средневековому историческому бою. Это довольно молодой вид спорта, зародившийся в России около 20 лет назад. Постепенно он завоевал популярность на всех континентах мира. Участники турнира облачаются в доспехи, сделанные по историческим образцам. Оружие тоже не отличается от средневекового. На соревнования в Испанию съехались спортсмены из 16 европейских стран, а также из США, Японии и Новой Зеландии. Сражаются как мужчины, так и женщины. Поединки бывают один на один, пять на пять или 16 на 16 воинов. Один на один – это игра на выносливость, где считаются попадания в соперника. Пять на пять и 16 на 16 – это уже масштабно. Тут надо просто повалить противника очень быстро. Среди мужских сборных титул победителя достался бойцам из Соединённых Штатов. «Это как на миллион долларов. Целый год слышать об этом и стремиться к цели. И вот мечта сбылась, и мы должны были бороться за звание лучшей команды. Польша удивительно. Они устроили битву. Они очень благородные и всегда сражаются честно». Схватки импровизированных средневековых рыцарей кажутся достаточно опасными. Однако организаторы говорят, что травм бывает не больше, чем в других видах контактного спорта. Колющие удары в таких поединках запрещены, и также нельзя наносить удары в определённые части тела. Впрочем, некоторым зрителям бои всё равно кажутся страшноватыми. «Это довольно агрессивно. Было бы здорово подержать в руках меч и проверить, хватит ли смелости нанести удар. Потому что, когда смотришь эти сражения, хоть это и спорт, но они довольно агрессивны». Некоторым понравился интернациональный характер мероприятия. «Это блестяще. Люди со всего мира приезжают сюда. Я разговаривал с поляками, американцами и другими. Здесь можно почувствовать дружескую атмосферу всего мира. Стоит сходить посмотреть». Соревнования длились четыре дня. По данным организаторов, их посетили по меньшей мере 10 тысяч зрителей. В Саудовской Аравии началось возведение самого высокого здания мира. Как оно будет выглядеть и сколько стоить, давайте узнаем. В Саудовской Аравии строят здание, которое, согласно проекту, станет самым высоким в мире. Об этом ещё три года назад объявил местный миллиардер принц Аль-Валид, член Саудовской королевской семьи. Его цель – превзойти соседние Арабские Эмираты и их небоскрёб Бурдж-Шалифа в Дубае. На сегодняшний день дубайская башня удерживает в этом вопросе лидерство. Её высота – 828 метров. «Да, этот проект также имеет политический контекст. Мы хотим показать миру и жителям Саудовской Аравии, что граждане этой страны, как инвесторы, вкладывают наши деньги в нашу страну. Вне зависимости от событий вокруг нас, включая волнение и даже революции». В планах построить не только башню в городе Джида, хотят возвести целый комплекс, который будет называться «Кингдом-Сити», а крупнейший небоскрёб будет его центральным и главным элементом. «Главный объект первой фазы строительства башня – самая высокая башня в мире. Будучи центральной в этом проекте, она станет знаковым местом города Джида, а также всей Саудовской Аравии». Высота башни будет почти один километр. Её спроектировали архитекторы Адриан Смит и Гордон Джилл. Стоимость строительства, как предполагается, составит 1 миллиард 200 миллионов долларов. Небоскрёб будет оборудован самой продвинутой системой лифтов, включая несколько обзорных кабин на самом верху башни. Они будут двигаться со скоростью 10 метров в секунду. Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.